Теперь вот такой вот важный вопрос Любителей здорового образа жизни Вот с чего начинать для того, чтобы Образ жизни был нормальным Или там оздоровление начинать Конечно для того, чтобы добиться максимальных результатов Надо начинать с очищения организма То есть надо нормализовать жидкостные среды А именно те, которые находятся между клеткой и кровью То есть это межклеточная жидкость Которая питает наши клетки Она как питает наши клетки Так оттуда забирает вещества Которые образовались в результате обмена в клетках Отработанные вещества Плюс сами клетки могут распадаться И все это находится в вот этой вот межклеточной жидкости Оттуда же образуется у нас и лимфа Она нужна для того, чтобы очищать как раз межклеточную жидкость Далее она уже идет по лимфатическим сосудам Поступает в узлы, где очищается Лимфатическая система это очень интересная вещь Которая сбрасывает вот эти вот различные шлаки Уничтоженные микробы Она сбрасывает их в ближайшие органы для выделения А именно даже слизистые Все слизистые связаны с лимфатической системой Через них она выделяет и их же защищает Лимфоциты, как знаете, солдаты стоят На слизистых оболочках ротовой полости Глаза, желудочно-кишечного тракта Половых органов И защищает И в то же время через них может идти и выделение И идет это выделение В первую очередь надо разгрузить вот эту вот межклеточную жидкость Нормализовать ее Тут вот многие говорят Аж важно, важна чистота Организм сам сделает То есть лишнее, чтобы вышло И вот здесь, здесь Очень хороши очистительные процедуры Конечно, очень хорошо подходит голод Но голод просто трудно выдерживать И здесь же можно применять различные другие средства Ну, например, хотя бы уменьшить свое питание То есть мы, как правило, переедаем Так вот, как только мы начинаем уменьшать свое питание И видоизменяем ее Ну, больше, допустим, растительной пищи Тушевной пищи Уже у нас начинается очищение организма Уже там сбрасываются различные шлаки Через слизистые оболочки Через там слюну А если мы будем голодать Голодать, то включается Где-то примерно на второй-третьей неделе Включаются настолько мощные механизмы по очищению Что глаза закисают Это как раз лимфатическая система Сбрасывает через слизистый глаз Оно идет, понимаете? Далее Рот, ротовая полость Белый налет Все это сбрасывается Третье Это значит через мочевой канал Иногда такое впечатление, как будто он воспален Жжет Такая там Моча выходит С различными вот такими вот отделениями Ну, естественно, через кишечник И плюс Вся кожа включается Идет неприятный запах Запах гнилья Это все это выбрасывается Как только это кончается Человек чувствует себя по-другому То есть, если вы хотите Очистить оздоровление быстро Это начинается очищение Но Очищение очень потом трудно удержать Если вы ничего не меняете Ни питание, ни образ жизни Все так же быстро у вас Засоряется организм Поэтому, для того, чтобы достичь Вот я со своего опыта хочу вам посоветовать Для того, чтобы достичь стабильных результатов В своем оздоровлении Надо в первую очередь менять те привычки Особенно пищевые привычки Которые влияют на состояние здоровья большинства Это значит, как правило, питание и привычки связаны с питанием Мы любим сладенькое Любим Я уже не говорю о дурных привычках Там покурить Чашечку кофе и так далее То есть, от всего этого надо потихонечку хотя бы сократить И вот если мы здесь начнем работать То мы тем самым Вот этот оздоровительный эффект Продолжим во времени Ни в коем случае бросать нельзя Потому что все опять ворачивается еще большим количеством Вот Значит, если вы хотите серьезно и надолго себя оздоравливать Значит, необходимо Необходимо в первую очередь Менять то, что на вас больше всего влияет Это питание Это, конечно, мышление будет Это двигательная активность И распорядок дня Вот здесь хотя бы потихонечку Потихонечку вы Чуточку пододвинетесь Уже будет лучше То есть, где-то изменили свой рацион Ну, допустим, то, что ели Просто где-то процентов на 20 Добавили больше там Салатов, тушеных овощей Остальное пускай даже так Кое-что сократили Там сладкое, там соленое Из мясного там убрали, допустим, консервы, колбасы А уже там свеженькое там мясо Если найдете, конечно И уже будет хороший эффект А дальше уже можете добавить проросшую пшеницу Свежевыжатые соки И вы почувствуете Ого! Как пошло, пошло, пошло Вот Это первое Второе Вытекает, можно сказать, из этого первого Это Несколько слов о лечении Вот У человека что-то заболело Как правило, пока у нас что-то не заболит И серьезно не придавит Мы на это не обращаем внимания А! Там, само пройдет Или еще там что-нибудь Там, переутоминца Или Съел не то А вот когда она придавила хорошенько Уже мы тогда обращаемся к врачу Врач, естественно Анализы там сдали Все это там сдали Ага, такие-то, такие-то у вас изменения И он пытается сделать коррекцию Коррекцию, как правило, лекарственную Ну, допустим, заболела спина Вот Я в свое время обращался, да Сделали МРТ Все, увидели Вот-вот-вот-вот-вот-вот А лечения А лечения там витаминчик B12 Поколите Там еще что-нибудь Еще что-нибудь То есть никакого В первую очередь Если вы хотите Излечиться практически от любого заболевания От любого заболевания Надо, опять-таки Нормализовать Жидкостные среды Между клеткой и кровью Именно там Получается Болото Которое уже просто-напросто Задушило Клетку не дает Ни питания клеткам Ни защиты никакой И там же образовались Различные уже Такие Не то, что вредные вещества Уж мы о них помолчим А создались условия Для развития Грибков и бактерий И пока мы не нормализуем Вот эти вот среды Толку от лекарств На первом этапе Они, конечно, будут Далее Они должны Выводиться из организма Значит, идет тогда Повышенная нагрузка На органы выделения Они начинают страдать Плюс Вы ничего не сделали Для того, чтобы Нормализовать работу Своего организма В результате Эффект у вас будет Вернее, эффекта Никакого у вас нет Поэтому, если вы хотите Получить лечебный эффект Надо начинать Прежде всего С работы над основой Над очищением Жидкостных средств Как его только нормализовали Уже часть болезни Сами исчезнут А другую часть Можно корректировать С помощью Травяных препаратов Ну и Опять-таки Образа жизни Потому что именно Образ жизни Вергает нас И Болезнь И также он нас Вытягивает оттуда Если мы это Не хотим понять То Толку От лечения Никакого не будет